МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они открытые, непринуждённые, гостеприимные, смелые, находчивые и отважные, а также готовят удивительные лакомства. Очень насыщенный вкус. Тут хранится культура. Главное в обряде оба – это белое и красное. В этом выпуске программы «Путь к успеху» мы отправимся в Ура-Джун-Зы, где вы сможете ощутить местный колорит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно с июня по август сезон обряда обоу-монголов. Каждый год в это время, идя по степям внутренней Монголии, кругом можно увидеть разные формы чествования обоу, подношения в виде огня, яшмы, камней, еды. Сегодня мы с вами в степи Ура-Джун-Ти, города Баян-Нура, автономного района внутренняя Монголия. Нам повезло, и сегодня в Ура-Джун-Ти проходит обряд чествования крупнейшего обоу. Здесь очень оживленно и шумно. Местные жители сказали мне, чтобы поучаствовать в обряде, для начала нужно переодеться в их национальный наряд. Так не только можно будет ощутить радушие монголов, но на Абу можно загадать маленькое желание. Хашун-Ура-Джун-Ти находится на западе автономного района внутренняя Монголия. На северо-востоке города Баян-Нур. Большая часть Хашуна находится на севере гор Ин-Шань. Площадь лугов и пастбищ составляет 2 миллиона гектаров. Относится к пустынным степным лугам. В обширной степи Урата кочевые народы почитают свою историю и культуру. Они живут здесь из поколения в поколение. Або переводится с монгольского как «груда» или «выступ». Это один из торжественных монгольских обрядов жертвоприношения. В мае 2006 года обряд чествования Або был внесен в список первых объектов национального нематериального культурного наследия. Мэнкэ, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, а то мы не очень хорошо понимаем обряд Або. Сколько всего Або в Ура-Джун-Ци? Наверное, там, где в Ура-Джун-Ци, есть скотоводы. 13 Або. Это крупнейшее Або в нашем Хашуне. А сама церемония чествования Або как проходит? В обряде чествования оба есть два важных момента. Это белое и красное. Белое – это подношение молочных продуктов. Молочных продуктов? Да, красное – это подношение горячей баранией спинки. После подношения Або нужно три раза обойти по часовой стрелке. Самое важное – поклониться небу, земле, чтобы была хорошая погода и урожай. Хорошая погода и урожай, да. Если хорошее, то и пастбище будут хорошее. И тогда и бараны будут тучные. Да, после обряда следует еще более веселое мероприятие. Какое же? Это степной надом. Три состязания для мужчин. Надом? После завершения обряда чествования Або часто проводят традиционные монгольские спортивные мероприятия. Из них стрельба из лука, борьба и езда верхом на лошади являются самыми популярными. Будучи кочевой народностью, монголы тесно связаны с лошадьми. Во время каждого надома можно увидеть скотоводов, приезжающих издалека со своими любимыми лошадьми, для участия в захватывающих лошадиных скачках. Как вас зовут? Меня зовут Батыр. Батыр, я вижу, что премия за первое место – 3000 юаней. Скажите, наездник обычно, как многим кажется, это мужчина. А в степи много наездниц? Немного. Понятно. Не очень много. А сколько наездниц в Ура-Джун-Цы? Две-три. Две-три. А такие хорошие скакуны в степи, наверное, очень дорого стоят? Очень дорого. Когда он стареет, то его провожают в последний путь. То есть вы ее любите как родную? Как родную, ее невозможно продать или что-либо. После скачек хозяин лошади-победительницы, Батыр, пригласил нас к себе домой. Смотрите, это наш дом, культурный двор Согласия. Как вам? Очень здорово. Батыр, я была во внутренней Монголии много раз и посещала немало степных домов. Но мне кажется, что у вас тут очень стильно. Смотрите, за оградкой посажены цветы, трава, деревья. Очень хорошо. Нам так очень нравится, к тому же, когда приезжают туристы, они чувствуют себя как дома. Род Батыра проживает в степи Ура-Джунсы более 360 лет. В 2005 году с реализацией государственной политики восстановления степи на пастбищах и восстановления лесов на пахотных угодьях, Батыр первым уменьшил поголовье своих баранов. То есть уже тогда Батыр начал трансформироваться из традиционного скотовода в хозяина степной экологической зоны отдыха. Раз вы приехали в степь Ура-Джунсы, вы должны попробовать баранину, потому что у нас самая лучшая баранина в Поднебесной. Во внутренней Монголии обязательно нужно есть баранину во время каждого приема пищи. Вкус, наверное, немного отличается, но в других местах она часто бывает несвежая. У нас свой способ приготовления баранины. И как вы готовите? Не так, как другие. Мы жарим баранину без масла. В Пекине кругу можно найти жареную баранью тушу. Но мы не жарим баранину на огне. Не жарите на огне? А как же она доходит до готовности? Камни? Да, сегодня мы будем жарить баранину на камнях. Жарить баранину на камнях? Да. У нас камни непростые. Они завезены из Монголии. Вот такой камушек стоит больше 10 юаней. Я потратил 10-20 тысяч на камни. Вот такой маленький больше 10 юаней? Да, такой камень очень жаростойкий, даже при высокой температуре не трескается. Насколько должны быть горячими камни, чтобы на них можно было ложить баранину? Пока не начнут темнеть и белеть. Вот так достаточно? Сейчас можно жарить, да? Да, сейчас можно жарить, да. А мясо? Скотоводу для разделения баранины не нужен тесак. Он может срезать мясо маленьким ножом? Очень быстро срезает. Свежезабитая баранина очень сухая. То есть свежий, только что забитый баран, он вот такой? Да, только что забитый, такой. А почему? Засушливо. Посмотрите, трава у нас не очень высокая, но она очень питательна. При жарке на камнях мы не добавляем воду, мясо жарится в собственном саку. Хотя для приготовления баранины на камнях нужны простые инструменты и ингредиенты, но чем проще способ приготовления, тем важнее качество продуктов. Батыр в полной мере использует особенность низкого содержания воды баранины в степи ура-джунцы. После нагревания камней он закладывает их в молочный бидон, и она жарится и тушится за счет высокой температуры. Так сохраняется влага баранины, и мясо не бывает сухим, и максимально сохраняет аромат и вызывает аппетит. А дальше немного нагреваем на углях, да? Нагреваем и все. А сколько нужно ждать? 40 минут. В одно мгновение набежало много людей. Мне повезло с местом, иначе меня бы вытеснили. Этот кусок мяса хорошо испекся. Картошку можно есть? Можно. Нельзя все время опускать голову, а то слюни перестанешь контролировать. Попробуйте все наше мясо, жареное на камнях. Давайте вместе попробуем. Хорошо, хорошо, давайте. Пойдемте есть мясо. Вот. Дайте мне кусочек, а то я только смотрю, как другим раздают. А, вот так? Спасибо. Кладут в ладони. Отрывайте и ешьте, не торопитесь. Ладно? Хорошо. Вкусно? Вкусно? Очень ароматно. Вкусно? Вкусно. А чем вкусно? Мне кажется, что есть жирное и постное мясо вместе очень вкусно. Богатырь, как тебе на вкус? Очень. Вкусно? Очень насыщенный вкус. В степи ура-джунцы, кроме мяса, жареного на камнях, есть также много традиционных монгольских мучных изделий. В это время Джан Лусинь отправляется в гости к двум старушкам. Посмотрим, какой сюрприз они нам приготовили. Бабушки, дома? Дома. Просим, просим. Бабушки, скотоводы, степи сказали мне, что у вас золотые руки. Что вы можете готовить много традиционных монгольских мучных изделий? Я бы тоже хотела попробовать. Не могли бы вы и мне приготовить? Хорошо. Сможете? Да. Отлично. 86-летние монгольские бабушки-близнецы родились в монгольской юрте и выросли в степи. Они очень хорошо готовят традиционные монгольские мучные изделия. Сегодня они будут готовить колоритные облачные печенья. Что же это такое и как их готовят? Эти два тазика с мукой в одном тазике будут замешивать муку на растворе, сваренном из прессованного чая, бурого сахара и топленого масла. А эта бабушка использует... Кипяченую воду. Простую воду. Простую воду для замешивания теста. Много не надо. Достаточно. Достаточно. Слишком мягкое не пойдет. Слишком твердое тоже. Очень трудно. Слишком мягкое не пойдет. И слишком твердое тоже. Очень трудно. У вас здорово получается. Теперь надо дать ему подняться, да? Да. Тесто должно подняться. Оно станет податливее. Печенье состоит из двух слоев, которые склеиваются вместе. А сколько теста должно стоять? 5-10 минут. Хорошо. Я сейчас, кажется, поняла. Нужно раскатать все кусочки на вот такие лепешки, верно? Да. Одна белая, другая коричневая. Кладем друг на друга и скручиваем. Затем разрезаем и лепим. Идею я примерно поняла. Но что в итоге получится, догадаться не могу. Кажется, что просто. Но последующие действия совсем не простые. В конце еще нужно палочками сжимать их посередине, чтобы получить необходимую форму. Еще можно соединить два кусочка вместе, чтобы получить форму бабочки. Так случается перерождение муки в облачное печенье. Традиционные монгольские мучные изделия красивые, хрустящие. И все это благодаря обжариванию на бараньем сале. Из сковороды их можно сразу подавать на стол. Наконец я увидела, как выглядят облачные печенья в готовом виде. На самом деле они немного похожи на печенье на севере Китая, кошачьи ушки. Попробуйте. Это я отрезала. Эти печенья жарят на бараньем сале. Да, на бараньем сале. Очень ароматно. Вот это тесто кофейного цвета, добавлен бурый сахар и топленое масло. И еще прессованный чай. Оно мягкое. Хорошо жуется. Очень ароматное, сладкое и вкусное. Ешьте. Очень вкусно, бабушки. Тетя Хуа. А это тоже бабушки приготовили? Как это называется? Это джан-джа. А это что? Это круглые лепешки. А вот то? Соломка, жареная в масле. Соломка, жареная в масле? Сегодня бабушки очень утомились. С самого утра начали хлопотать, чтобы приготовить этот стол. Очень колоритные монгольские сладости. Желаю вам здоровья и всех благ в красивой степи Урат. Спасибо вам большое. С культурой лошадей монгол ознакомились. Натуральные блюда степи Урат-джунцы попробовали. А тут и состязания на дом начались. Это состязания на силу и мастерство. Борьба на монгольском называется бог. Это традиционное спортивное мероприятие монголов во время обряда чествования оба и на дома. Монгольская борьба делится на более 30 видов, в том числе удары ногами, подъемы и так далее, и включает более 300 движений. Во время состязания соревнующиеся могут хвататься за одежду, пояс, но нельзя касаться ног, выворачивать суставы, нельзя бить ногами в живот или части тела над коленями. Если у борца на шее висит обруч с разноцветными лентами, это символ непобедимости в состязании по борьбе определенного уровня. Мне вдруг показалось, что я могу очень быстро передвигаться. Очень острая борьба. Я смотрю, борцы все очень крепкие. Это все профессиональные борцы? Нет, борьба и езда на лошади – символы монгольского мужчины. Как сказать, хороший мужчина должен этому научиться. Борьба и езда на лошади. Тот, кто побеждает в борьбе на надоме, тот становится кумиром девушек. То есть тот, кто хорошо борется и скачет на лошади, тот сможет взять себе хорошую девушку в жены? Да, да. Жители Уран-Джун-Ци охраняют красивые усти, подаренные им природой, с помощью своей мудрости, что привлекает туристов отовсюду. В то же время поддерживают самый натуральный способ выпаса и разведения, подавая туристам на стол самые здоровые, натуральные и вкусные продукты. Мы искренне желаем Уран-Джун-Ци становиться все лучше, чтобы можно было оставить больше неисчерпаемого натурального богатства для потомков. 16 лет он охранял подземные богатства стоимостью более 2 миллиардов юаней в горном лесу площадью более 1000 гектаров. И, наконец, его мечта сбылась. Он усердно учился глубоко в горах 20 лет одной техники выращивания. И через 20 лет у него появился золотой ключик богатства. В сезон сбора осеннего урожая они заняты больше всех. В цикле передач «У нас есть местная продукция» мы отправляемся в Диань. Всем здравствуйте! Я Сяубэй. Сейчас я нахожусь в городе Диань, провинции Дилинь, в массиве первобытного леса, который относится к ответвению гор Шанбайшань. Называется хребтом Гумалин. Зачем же мы приехали в этот лес? Пока не буду вам рассказывать, поддержу в секрете. Этот лес кажется обычным, но в нем есть кое-что особенное, потому что в его подземных недрах есть много сокровищ. Конечно, наш приезд сюда связан с их поиском. Я лично считаю, что самовольно врываться в первобытный лес нельзя. Поэтому я нашла очень хорошего проводника. Зовут его Хоу-Дзюнь. Хоу-Дзюнь, здравствуйте! 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 Сейчас на вас вся надежда. Скажите, пожалуйста, эти сокровища сложно найти, ведь так? Нормально. Легко найти? Легко. Мне всегда казалось, что в первобытных лесах должны быть дикие звери. Есть, но мало. Тогда, раз пришли, то пойдемте за вами следом, хорошо? Хорошо. Еще нужно и наверх забираться? Вот здесь. Где? Вот здесь. Вот это и есть. Это и есть сокровище? Так это ведь дикая трава. Все сокровища под землей. Под землей? И правда есть. Ну и чего же мы ждем? Я уже позвал людей копать. Зачем кого-то ждать? Давайте сами откопаем. Они профессионалы. А зачем они привязывают красную ленточку? Это наша местная легенда. Если не привязать ленточку, сокровище убежит. Сокровища и бегать умеют? Да, это лесные сокровища, у них есть волшебная сила. Ладно, как скажете. Тут еще и комары летают, а копают специальными инструментами. Используют острую бамбуковую палочку и ножницы. Эй, подождите. Подождите. Я, кажется, увидела суть. Это похоже на женьшень. Да, это и есть женьшень, горный женьшень. Вот этого я никак не ожидала. Оказывается, вы меня привели копать женьшень, верно? Да. Это женьшень. Я впервые вижу женьшень в земле. Диань – важное место производства высококачественного китайского женьшеня Горчанбайшань, а также важный центр торговли женьшенем. Хоу-Дюнь здесь родился и вырос, а также решил заниматься женьшенем и зарабатывать на нем деньги. За три года он взял подряд на тысячу гектаров горного леса почти за 200 тысяч юаней. Еще тогда он все подсчитал. Я посчитал по тогдашней конъюнктуре, если удастся вырасти через 15-16 лет, наша прибыль будет исчисляться сотнями миллионов юаней. Более сотни миллионов юаней. Такая перспектива придала огромную силу и большую уверенность Хоу-Дюню. Но он очень быстро обнаружил, что все не так легко, как он себе представлял. Одни вложения во многом превысили изначальный бюджет. После посадки в чисто дикой среде, женьшене требуется расти более 15 лет, чтобы превратиться в дикий женьшень-шанбайшань, признанный на рынке. Хоу-Дюнь был готов ждать эти 15 лет, но на третий год он потратил все семейные накопления. Финансы у нас были ограничены, пришлось занимать у родственников и друзей. В пиковый период приходится нанимать 200-300 рабочих. Но обычно в горах круглый год за посадкой присматривает более 20 человек. Их зарплата – немалый расход. Плюс в том, что через 4 года после посадки женьшень начал каждый год летом давать семена. И Хоу-Дюнь наконец-то смог вздохнуть облегченно. С горного леса площадью более 1000 гектаров Хоу-Дюнь ежегодно продает семян женьшеня на сумму около 2 миллионов юаней, компенсируя расходы на уход за женьшеневой базой. Это гора более 1000 гектаров. Да. А можно вот так сказать, ваш горный лес площадью 1000 гектаров можно сравнить с огромной сберкнижкой, которую вы хранили 16 лет. Вы считали, сколько у вас денег на книжки? Какая стоимость? По нынешней ситуации на рынке минимум 1-2 миллиарда юаней. А как вы посчитали эту цифру? В 2015 году из Пекина приехала оценочная компания, которая провела оценку. Получилось более 2 миллиардов юаней. Прошло 16 лет. Вы продержали 16 лет. Всегда мечтали, и мечта наконец сбылась. Какое у вас настроение? Очень рад. Если бы деньги оказались у вас в руках, что бы вы стали делать? Сначала отблагодарил бы общество. Все эти годы Хоу-Дюнь неустанно трудился. И теперь под этим лесом растет как минимум 100 миллионов женьшеней. Из них большая часть к 2017 году достигнет стандартов 15-летнего дикого женьшеня. Их можно будет выкапывать и продавать. Лян Шао Си 51 год. Его собственная база выращивания женьшеня небольшая по площади, но в Диане очень известная. Он здесь родился в глухом уголке в глубине гор, в конце простой деревенской улочки. Наконец я увидела Ляна. Боже мой, до Ляна идти очень непросто. Почти всегда вот такая дорога. Склон примерно в 75 градусов. Дорогой ты не назовешь. Очень тяжело. Лян! Лян, наконец я вас нашла. Вы уже начали копать? Лян, мы же договорились, что копать будем, когда мы придем. Нет, этот женьшень нужно долго копать. Горная дорога трудная. Я выкопал, вам показать. Вы еще и о нас побеспокоились. Сколько вы уже выкопали? Половину? Где-то половину. Хорошо, еще можно посмотреть. Лян, сколько лет этому женьшеню? Двенадцать лет. Двенадцать лет? Он считается старым? Да. Тут уже половина? Этот женьшень не маленький, Лян? Нормальный. Дайте потрогать. Прикоснуться к священному. Осторожно. Скорее камеру. Камеру сюда. Пусть наши зрители посмотрят. Какой он огромный. Можно я возьму? Не волнуйтесь, я осторожно. Боже, какой тяжелый. Осторожно, осторожно. Нет, я должна вам дать это посмотреть. Видите? Это ведь настоящий женьшень. Такого большого я не видела. Не знаю, видели ли вы? Вот это в новинку. Лян, как вы думаете, сколько весит этот женьшень? Наверное, более двух килограммов. Думаете, сможете стать женьшеньевым королем? Наверное. А почему так не уверенно? Сможете стать женьшеньевым королем? Без проблем. На самом деле, для нас вы уже стали женьшеньевым королем. Завтра на ярмарке женьшень Атсинхэ в городе Дзянь местное правительство будет проводить грандиозный праздник дикого горного женьшеня. Одним из важных событий которого будет выбор женьшеньевого короля года. Многие местные крупные женьшеньевые хозяйства тщательно готовятся, выставляют лучшую свою продукцию для участия в оценке. Лян, скажите, пожалуйста, то, что вы не заняли первое место, для меня неожиданно. Вы не ожидали такого результата? На самом деле, ничего страшного. Вес все равно самый большой. А почему вам не дали первое место? Что говорят специалисты? Форма немного похуже. Что планируете делать на следующий год? В следующем году снова в борьбу. Лян занимается с женьшеньем 34 года. Когда ему было 16 лет, он закончил 9 классов школы. Он хотел продолжить учиться дальше, но родители потребовали, чтобы он приехал домой заниматься земледелием. Я тоже хотел поступать в университет, но дома условия не позволяли. Отец не мог меня учить в университете, поэтому сказали возвращаться. И я вернулся в горы. Он живет в глубине гор, где пахотной земли очень мало. Выращенных посевов было достаточно только, чтобы прокормиться. И тогда Лян Шао Си подумал, что в таких условиях выращивание женьшенья, наверное, самый лучший и единственный выход. Из гор нет выхода. В году можно выходить лишь несколько раз, чтобы купить предметы повседневного потребления. А так сидишь в горах, днем один раз осматриваешь, выращиваешь женьшень, наблюдаешь, вечером домой, читаешь книги, объединяя таким образом теорию и практику. Его предки ранее выращивали женьшень. Но сколько сможет прижиться и какой будет урожай, больше зависело от опыта и удачи. Он хотел понять повадки женьшеня и особенности его роста. Обобщить научный метод его выращивания, чтобы изменить свою судьбу и выйти из гор. Ради этой цели он прожил в глубине гор почти отшельником ровно 20 лет. Через 20 лет Лян Шао Си наконец вышел из гор, обобщил результаты своих исследований и подал документы на регистрацию патента. Женьшень, выращенный Ляном, всегда дает больше урожай, чем у других. Постепенно он стал приобретать славу, и местные женьшеневые хозяйства стали часто обращаться к нему за техническими инструкциями. В 2010 году женьшеня менее с одного муя продал почти на 2,5 миллиона юаней. 2,5 миллионов юаней? Это какого возраста был женьшень? 10 лет. В среднем год земли площадью меньше одного му выходит более 240 тысяч юаней? Да. Сейчас Лян выращивает немного женьшеня сам, а также сотрудничает с другими хозяйствами. Выступает в качестве технического консульционера. Также он открыл магазин по продаже женьшеня. Его общий доход составляет 2-3 миллиона юаней. Кроме того, за два дня до выбора женьшеневого короля он устроил своему сыну свадьбу. Хотя вся его семья уже переехала в город, он с женой изредка возвращается проведать старый дом в горах. То есть сразу два счастливых события. В женьшеневом соревновании вы взяли второе место. Сейчас сын уже вырос, женился на красивой девушке, так? Рады? Очень рады. Очень рады. Мы за вас рады и взволнованы. А как вы тогда познакомились с Ляном? Нас познакомили. Свидание вслепую? Да, да. Но тогда Лян был очень беден. Чем он вам понравился? Он мне показался красивым. В период золотой осени женьшеневые хозяйства Дзианя снова начинают хлопотать. Начинаются широкомасштабные сборы женьшеня. Торговцы из всех уголков приезжают в Дзиань заказывать товар. На ярмарке Цинхэ каждый день очень оживленно. В последние годы местный годовой оборот женьшеня превышает 2 миллиарда юаней. Благодаря особому климату и 82% доле лесопокрытия в Дзиане зародилось много своеобразных продуктов. Конечно, самый известный это дзианьский женьшень. В отрасли есть одна фраза. Самый хороший в мире женьшень найдешь в Китае, самый хороший в Китае женьшень в провинции Цзилинь, а самый хороший дзиэлинский женьшень в Дзиане. За эти несколько дней репортерства самое глубокое впечатление на меня произвело то, что Хоу-Дзюнь и Лян посвятили более 10 лет, несколько десятков лет своей жизни и даже несколько поколений одному делу, а именно выращиванию женьшеня. Все это время они усердно трудились, и в конце они получили удовлетворительный результат благодаря постоянным стараниям. Я думаю, что эти люди и есть миниатюра развития женьшеньевого производства в Дзиане. Ладно, спасибо, что были с нами. Я Сяу Вэй. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин